Режим ЧС введен в Владимирской области. Накануне недалеко от Коврова сошли с рельсов 33 вагона с мазутом. Погиб дорожный рабочий. Площадь разлива нефтепродуктов 12,5 тысяч квадратных метров. Последствия аварии устраняли всю ночь. Маршруты многих поездов на Горьковской железной дороге изменены, а некоторые и вовсе отменены. Подробности у Егора Киселева. Утропая по пояс, сотрудник МЧС продолжает пенную атаку. Залитый мазутом грунт обрабатывает тщательно. Без этого при расцепке покореженных вагонов маленькая искра может привести к взрыву топлива и пожару. Всю минувшую ночь последствия железнодорожной аварии устраняли около 300 человек. Сотрудники РЖД и спасатели. Задействованы 46 единиц техники. Площадь проводимых работ огромна. Топливо разлилось на 12,5 тысяч квадратных метров. По состоянию на 8 часов утра аварийно-восстановительные работы на перегоне Новки-1 Тереховицы по Владимирской области продолжаются. В настоящее время завершены работы по локализации разлива вдоль первого пути. Продолжаются работы по обваловке и созданию резервуара вдоль второго пути. Завершаются работы по укладке рельсоспальной решетки на первом пути. ЧП произошло накануне около 14.30 недалеко от города Ковров Владимирской области. Товарный поезд, перевозивший мазут из Нижегородской области в Ленинградскую, сошел с рельс. Больше половины из 54 вагонов опрокинулись. Шесть цистерн треснули. В аварии погиб путевой мастер. Мужчину 1969 года рождения извлекли из-под груды металла. Получив тяжелые травмы, он скончался по дороге в больницу. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Установлено, что днем 16 ноября 2020 года на железнодорожных путях вместе с хода поезда проводились ремонтные работы. Оцениваются, каким образом данные работы могли повлиять на произошедшее. Зафиксирована вся обстановка и механизм проведения ремонтных действий. Изъяты все вещественные доказательства, имеющие отношение к произошедшему. Кроме того, изучается состояние железнодорожного полотна в месте с хода и состояние самого железнодорожного состава. Из-за поврежденных габаритов обоих путей изменена схема движения поездов. Восемь рейсов, в том числе Стрижей и Ласточек, сообщения между Москвой и Нижним Новгородом отменены. 27 железнодорожных составов направлены по обходному маршруту. Егор Киселев, Георгий Куршубадзе, ТВ-центр.